В заседании я, конечно же, в первую очередь хотел бы поздравить всех присутствующих с автоном Дня Евтяника, Дня Газовика, Дня Празднования. И в первую очередь, конечно же, хотел бы пожелать самого крепкого здоровья и счастья. Особые слова благодарности и признательности ветеранам отрасли. Отрасль развивается успешно, эффективно. Сегодня мы гордимся достижениями нефтехимической, нефтегазовой отрасли, в развитии которой Республика Калмыкия принимает самое непосредственное участие. И в тех результатах и достижениях, которые есть на сегодняшний день в Республике, конечно, в первую очередь, это заслуги старшего поколения. Но и сегодня отрасль развивается успешно. Я уже не буду говорить об экономической составляющей в бюджетах всех уровней сельских, муниципальных образований, районных, муниципальных образований Республики в целом. Скажу о той огромной социальной работе, которую ведет компания «Листа газораспределения», «Газпром» в целом в регионе, это, конечно, серьезный вклад в экономику Республики, серьезная атмосферия и поддержка той социальной политики, которую мы осуществляем в Республике Калмыкина. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить свою искреннюю признательность и благодарность от лица всех жителей Республики, руководству «Газпрома» в лице присутствующего здесь генерального директора Владимира Юрьевича Ревенко. И, конечно, выразить надежду на то, что наше крепкое сотрудничество и дружба, которая сложилась на сегодняшний день, продолжится и в дальнейшем. Со своей стороны, хотел бы заверить, что руководство правительства Республики сделает все возможным для того, чтобы облегчить работу компании на территории нашей Республики. Безусловно, не без проблем, но наше сотрудничество продолжает развиваться. Результатом этому является то, что за буквально последние месяцы мы продвинулись в расширении сотрудничества, начиная с того момента, когда в конце сегмента текущего года мы составили так называемую дорожную карту в присутствии руководителей двух членов правления «Газпрома», которую на сегодняшний день стараемся успешно реализовывать. Результатом этого сотрудничества является то, что листа «Газпром» газораспределения оказывает хорошую положительную динамику буквально в течение последних, можно сказать, дней. Я уверен, что этот темп, который мы взяли, мы сохраним и в будущем. Хочу надеяться, что со своей стороны компания «Газпром» продолжит ту политику социальную, в первую очередь продолжать территорию Калмыкии. И еще раз хотел бы выразить свою искреннюю признательность компании, людям, тем, кто работает в нестиной газовой промышленности республики, ветеранам, и поздравить всех с вашим профессиональным праздником. Спасибо. Уважаемые участники торжественного собрания, позвольте еще раз поздравить вас с Днем работника нефтяной и газовой промышленности, пожелать вам и вашим семьям прежде всего безаварийной работы, здоровья, успехов. И сказать о следующем. Нефтяные и газовые компании являются основой экономики России. Об этом на заседании 22 декабря 2015 года, на заседании, в совещании проводимом в городе Ростове на Думу, сказал полномочный председатель президента Густина Владимировна Васильевича. Кто не платит за газ, тот не любит Родину. Поэтому сегодня компания прилагает максимум усилий для того, чтобы оплата за газ поступала вовремя, в срок, ну а также несет свою большую социальную нагрузку. Это и программа «Газпром-детям», которая с легкой подачей Алексея Маратовича Орлова, главы республики, руководителя компании «Газпром-Межюнгаз» и «Газпром-газораспределения Ростов-на-Дону» Узгенова Львусавича, которого я сменил на посту, была запущена в Ростовской области. Мы очень надеемся, придет в республику Калмыкия в следующем году. Это и те социальные гарантии работников, которые вовремя получают зарплату. Это и гарантии нашим потребителям, потому что мы ответственны за то, чтобы голубое топливо пришло в каждый дом, в каждую квартиру и приносило только радость тем, кто своевременно за это топливо оплачивает. Это развитие нашей Родины, потому что сегодня «Газпром» очень много делает для установления экономики России в целом. Поэтому еще раз праздником всего самого лучшего и большими словами благодарности жителям республики я разделяю те слова, которые сказала Була Бородинович. Большое спасибо каждому работнику компании. Спасибо.